Уровня наших судей казахстанских. Ну, еще раз повторюсь, что во всех регионах у нас есть судьи достаточно опытные, которых действительно привлекает на международный уровень. Плюс есть профессиональные турниры. Даже хочется вспомнить и отметить даже Довренбека Джакаева, города Алматы, который, можно сказать, бессменный рефери, Аллаш Прайд. Самый громкий вред. Самый громкий, да. Он все равно пришел. Мы привлекли, Федерация города Алматы, привлекли его к работе. Ему понравилось. Единственное, чуть-чуть не хватает опыта в плане международных соревнований. Да, он судит профессиональные турниры, но без любительской, без школы просто это невозможно. Поэтому тоже он пришел, по крайней мере, приехал, прошел семинар, получил также сертификат соответствия. В этом году был чемпионат Казахстана, проводились вот где на турнире проходил судейский семинар, который проводил рефери международного уровня. Это Виктор Корнеев, который вот сейчас судит турниры М1, ICB, тот же самый Ахмат, на Файтнайте они тоже задействованы. То есть это те промоушены на сегодняшний день, на постсоветском пространстве, которые занимают лидирующее место. То, что касается судей. Насколько зависимы судьи, вот, Федерация или судьи независимые? Не, ну как мы, все равно все судейский клуб, он в составе Федерации смешанных наборов. Ну, и это неудивительно, потому что правила все равно, любительская Федерация у нас, аккредитированный государством одна, в принципе, так и должна быть. Ну, это не только в нашем виде спорта, в любом виде спорта, возьмите тот же самый футбол, хоккей, боксер, у них любительская Федерация все равно одна. И вид спорта должна развивать одна Федерация. Это, ну, не потому, что кто-то захотел. Так положено в мире. То есть, то же самое и у родителей. Должен быть один отец, одна, ну, я имею в виду биологический клуб, это вопрос, конечно, такой риторический. Вот, поэтому мы в структуре Федерации, ну, как бы, мы занимаем функцию такая, знаете, можно сказать, смотрящую. Мы смотрящие за правилами, чтобы правила соответствовали, ну, не то, что уровню, а соблюдались. Главное вот в этом, наша, основная миссия наша, это вот соблюдать правила и следить, чтобы все действовало по правилам. Кто может повлиять на ваше решение? Ну, честно, на наше решение может повлиять только бойцы. То есть, сам поединок. Да, сам поединок и все. То есть, существует правило, то же самое апелляции. Ну, соответственно, мы все люди. У всех есть ошибки, в том числе и у судей. Мы тоже учимся судей. Нельзя сказать, что судей все, ты судья, ты не поколебил, не погрешил. Все. Это однозначно. Нет, мы также развиваемся, как бойцы развиваются, окачиваются в мастерство, как федерация, как новый вид спорта. Мы совершенствуемся. Тоже самые люди. Есть человеческий фактор. Где-то независимый. Вот вы наблюдали, что площадка это ринг. Ну, грубо говоря, ринг, рейдж. Он шестиугольный, он четырехугольный. И с трех-четырех сторон сидят судьи. Почему это сделано? Это же не просто так. Во всем есть своя логика. То есть, есть человеческий фактор, угол преломления. То есть, с одной стороны, с одной стороны угла видит один человек, с другой стороны не видит другой. Поэтому судьи там трое, четверо, пятеро, ну и смотрим опять из второго. И это все вместе суммируется и выносится одно единственное решение, которое должно быть правильным решением. То есть, на ринге, это вот судья, который говорит там, что постанавливает бой, он единогласно не принимает? Ну, если честно, тот, кто в ринге, это рефери. То есть, он смотрит непосредственно, как бы, дирижер, грубо говоря, этого боя. То есть, он смотрит по направленности в ринге. Оценивают действия бойцов. Это судьи, боковые арбитры, которые именно выносят решение свое. А рефери, он, в принципе, он смотрит о правильности соблюдения боя непосредственно в близости в контакте. То есть, на ринге, там два действующих лица, это два бойца, и рефери, который не должен вмешиваться. Ну, и в том числе, он должен следить за правильностью проходения боя. Сколько на сегодняшний день федерациям и массудию? Есть такое конкретное число, цифр? Ну, точно им сказать не могу. Ну, я думаю, что около 30 судей есть, которые, да, где-то около 20, наверное, судья, которые прошли аккредитацию. И получили, прошли аттестацию и получили сертификацию ответствия. Опять же, стараемся, чтобы это были семинары такого, ну, мирового уровня. То есть, почти все наши сертификации выданы, ну, тренерами, проводящими семинары, всемирной ассоциацией, да, выводным уровням. То есть, это высшее достижение для судей, получить международное признание и получать? Ну, можно сказать и так, что они прошли сертификацию ответствия уже мирового уровня. То есть, еще раз повторюсь, правила наши, они, в принципе, не отличаются от мировых. То есть, опять же, повторюсь же, почему наши судьи приглашают, ну, и задействованы международных турниров. Ну, то чемпионат Азии, чемпионат Европы, чемпионат мира. Потому что правила одни, все равно. И вот, благодаря вот этому, что правила одни, то есть, судьи могут совершенствовать. Ну, то есть, набивать рук, грубо говоря, глаз, оттачивать, оттачивать свое судейское мастерство. Может ли судья с федерацией ММА перейти в другую федерацию? Может, допустим, заниматься судейством другого вида спорта? Ну, как бы, у человека нет ничего невозможного. То есть, почему бы нет? Сменим. Не то, что федерацию, я думаю, что вопрос не может. Да, вид спорта. Ну, опять же, повторюсь, мы, например, судей, нет у нас честных бойцов, смешанных наборств. И судей тем более нет. То есть, каждый пришел. Я могу судить, я занимался каратэ, немножко борьбой, немножко китбоксом, я могу судить. Но, опять же, нужно проходить сертификацию ответственности. То есть, нужно пройти семинары какие-то. На сегодняшний день, я тоже не знаю, что там, китбоксниками, правила там, может быть, поменялись в свое время. Плюс, там много очень направлений. Тот же самый джиу-джитсу, каратэ. Там очень много направлений будет одет. Это если в футболе это один из человек, мяч, то есть все. Есть мини-футбол, правильно же? Все. Ну, в принципе, футболом все, там, американский футбол. Все. То в виноборствах разных, очень много версий. Версии видов. То есть, по той же самому каратэ, по той же самому джиу-джитсу. То же самое, ну, смешанные наборства, они, в принципе, правила одинаковые. Единственное, немножко делится по, как известно, то есть есть профессиональные турниры, да, и любительская версия. То, что мы сейчас проводим в Казахстане, это любительская версия, то есть вид спорта. Ну, так же существует там профессиональный турнир. И правила немножко отличаются. Говорим об ответственности в целом. Какова ответственность судьи за бойцами на рейсинге? Ну, в целом, опять же, повторюсь же, судьи следят за правильностью проведения соревнований, грубо говоря, на соблюдение правил соревнований. Что суда включает, это большой перечень, даже большой спектр, не то что услуг, то что должны делать судьи. Потому что судьи-то не только, вот вышли, говорите, рефери в рейсинге, сказал стол, начали и все, и развел. То же самое по боковым арбитрам. Записки посчитал, в принципе, ничего сложного, отдал судьям, посчитали. Есть другая еще сторона медали, это на судейскую коллегию возлагается проведение любых соревнований. То есть это от начала, то есть от взвешивания, от регламента соревнований, потом тот же самый формат соревнований, плюс допуск бойцов. То есть если у нас, например, в Казахстане, ну не только в Казахстане, надо смотреть за рейсингом, не дай бог там какой-то больной призер. Правильно же? Это тоже ложится на судейскую коллегию. Не дай бог мы промолвали, почему именно в смешанных и наборствах сейчас требуются справки от ВИЧ, гепатит Б и С. Это вот то, что касается бойцов. Кстати, о униформе можно поговорить, вы заметили, да, у судей, рефери перчатки резиновые. Это тоже такая гигиена или в этот, потому что, ну, вид спорта контактный. То есть обычно много бывает рассечений, то есть кровь с носа идет, там, разбили этот, и все это вот, между собой кровь может смешаться. А если вдруг, ну, боец чем-то болен, то есть это большой риск заболевания. Прежде всего, конечно, любые соревнования, любой вид спорта, он все равно, это же спорт, это должно быть для здоровья. Прежде всего, самое главное в этом, это здоровье бойца. То есть и на судей тоже, в частности на рефери, наложится большая ответственность. То есть в любой момент он должен не проморгать, там, долю секунды удар где-то запрещенный прошел, вот этот упал не так, контактный вид спорта, руку сломали. Ну, это самое такое, я даже не хочу говорить о летальных исходах, то, что может произойти, как они задушивили. Плюс рефери, судьи, они должны иметь навыки, ну, не знаю, там, оказания первой медицинской помощи, потому что много удушающих. Бойцы, как обычно, многие характерные не сдаются, уснут, либо так, или после нокаута. Очень большие последствия имеют, ну, для бойцов. Поэтому эти навыки все не должны обладать, как говорят, судья. Просто так с улицы прийти и заняться? Не, ну, конечно, можно с улицы взять, там, придется в кежевых сапогах, там, не знаю, там, дубленка. Это, во-первых, неудобно. Все продумано. Почему у судей своя форма, униформа, потом должна быть какая-то физическая, я говорю, подготовка. Это надо же, он вроде и не бьется, но он все равно, вот, рефери, там, отпахивает. Плюс должно быть зрение, видно быть, там, слух. Это тоже все, я не знаю. И по ответственности, опять же, судьи очень много, большая, очень огромная ответственность вложить на суде. Поэтому, как бы, это тоже фактор нужно учесть, вот, не на суде. Вот, в принципе. Давайте все-таки вернемся к этой ответственности. Вот, так, самое непонятное, почему он несет ответственность? Масса людей задействованы в организации в бою. Ну, основная... Почему не несет? Нет, да, организаторы турниров, любых турниров, будь то любительских, будь то профессиональных, все равно ответственность возлагается на судейскую бригаду. То есть она следит за правильностью, тот же самый площадка, чтобы соответствовало все. Те же стулья, те же тряпки, те же ведра, грубо говоря, ринг тот же самый, или клетка, независимо от этого. Где-то торчит, там, не знаю, там, провод торчит, или что-то торчит. Это, опять же, может повлиять на здоровье бойца. Очень большая ответственность. А если этим не будет заниматься, ну, судейский код, судей, тогда кто, кто будет этим заниматься? И это очень большая ответственность. Так-то любой, конечно, может с улицы взять, но тогда зачем проводить такие соревнования? Ответственность лежит на организаторах. То есть прежде чем проводить какой-то турнир, тут любительский, опять же, повторюсь, или профессиональный, нужно найти не то, что профессионалов, хотя бы людей, знающих свое дело. То есть, чтобы правильно все сделали. Ну, вот эта вот функция, этой функцией занимаются судьи. Одним словом я хочу вот просто вывести, да, то, что самое главное...